Использование животных для психологических исследований довольно популярная практика. Они используются по разным причинам, как при изучении собственных животных, так и ради приобретения знаний, имеющих практическую пользу для людей. Вселенная 25 Однажды доктор Джон Калхун решил создать мышиный рай. Взял бак 2х2 метра, установил в нём перекрытие, проложил систему тоннелей с индивидуальными отсеками и поилками и запустил в этот рай четыре пары здоровых, генетически безупречных мышей. В баке всегда было плюс 20. Каждый месяц его чистили и набивали кормом и материалом для гнёзд. Во Вселенной 25, как Калхун назвал бак, царил Золотой Век. Через 100 дней, осознав своё счастье, грызуны начали бешено размножаться. Население удваивалось каждые 55 дней, и никакого изгнания за грехопадение не предвиделось. Однако ещё в момент своего создания Вселенная была обречена, ведь номер 25 выбрали не случайно. Это уже был 25-й эксперимент на крысах и мышах, и каждый раз рай превращался в ад. Мышам к 315-му дню, размножившимся до 600 особей, уже категорически не хватало пространства. Общество начало стремительно разрушаться. Сформировались любопытные классы – нон-конформисты, которые сгрудились в центре и регулярно нападали на владельцев гнёзд. Прекрасные – самцы, которые не интересовались размножением и ухаживали исключительно за собой. И, наконец, средний класс, который пытался любой ценой сохранить привычный уклад. В баке процветало насилие, свальный грех и даже каннибализм. В конце концов, 90% самок репродуктивного возраста покинули популяцию и поселились в изолированных гнездах в верхней части бака. На 560-й день со Вселенной 25 фактически было покончено. Популяция достигла пика в 2200 особей. Рождаемость упала. Редкие беременности кончались убийством детёнышей. Возросшая смертность не спасла рай. Последние 8 мышей умерли одна за другой, так и не вернувшись к привычным ролям и не пытаясь завести детёнышей. Галеты и крысы Французский исследователь Дидье Дезор из Университета Нанси опубликовал в 1994 году любопытную работу под названием «Исследование социальной иерархии крыс в опытах с погружением в воду». Изначально в опыте участвовало 6 классических белых лабораторных крыс. Когда приходило время кормёжки, их помещали в стеклянный ящик с единственным выходом наверху. Этот выход представлял собой тоннель-лестницу, спускавшуюся на дно соседнего стеклянного резервуара, наполовину наполненного водой. На стене резервуара с водой размещалась кормушка, которой крыса, вынырнув из тоннеля на дне, могла подплыть и выхватить оттуда галету. Однако, чтобы съесть её, животному необходимо было вернуться обратно на твёрдую поверхность лестницы. Очень быстро среди шести участников этого эксперимента сформировалась чёткая иерархия. Две крысы стали эксплуататорами, сами они не плавали, а отнимали еду у трёх эксплуатируемых пловцов. Шестая же крыса выбрала стратегию самообеспечения, она ныряла за галетами и успешно защищала их от рэкета. Самое удивительное состояло в том, что сколько бы учёный не повторял эксперимент с разными крысами, в итоге происходило точно такое же распределение ролей. Даже когда в группе объединяли только эксплуататоров, только рабов или только независимых, их общество возвращалось к исходной иерархии. Если же группу увеличивали, результат получался ещё более впечатляющий. Доктор Дезор посадил в испытательную клетку 200 крыс. Они дрались всю ночь. Утром там лежали три бездыханные жертвы социального катаклизма. А в крысином сообществе сформировалась сложная система подчинения. Генералам еду приносили лейтенанты, которые отбирали её у рабочих пловцов. При этом кроме автономных образовался ещё и класс попрошаек. Они не плавали и не дрались, а питались крошками с пола. Конечно, доктор Дезор не был бы настоящим учёным, если бы не пожертвовал своих подопытных науке. После препарирования выяснилось, что все крысы в процессе эксперимента испытывали повышенный уровень стресса. Однако больше всех страдали вовсе не угнетённые пловцы, а эксплуататоры. Морфий и развлечения В конце 1970-х годов канадский исследователь Брюс Александер пришёл к выводу, что крысам не хватает развлечений. Доктор Александер не был слишком оригинальным. Он решил исследовать формирование наркотической зависимости. Канадский учёный вызвался доказать, что устойчивое привыкание крыс к наркотикам, которые доказывают многочисленные опыты, вызвано тем, что подопытные животные были заперты в тесных клетках, и им не оставалось ничего другого, кроме как развлекать себя инъекциями. Для подтверждения своей теории доктор Александер построил своеобразный крысиный парк развлечений, просторное жилище, в котором были тоннели, белящи колёса, мяч для игры, уютные гнёзда и обилие пищи. Туда заселили 20 разнополых крыс. Контрольная же группа теснилась в классических клетках, и тем и другим были поставлены две поилки, в одной из которых была обычная вода, а в другой – подслащённый раствор морфия. В итоге теория Александера полностью подтвердилась. Жители клеток очень быстро подсаживались на морфий, а вот счастливые обитатели парка поголовно игнорировали наркотик. Правда, некоторые из парковых крыс пробовали воду с морфием несколько раз, словно желая удостовериться в полученном эффекте. Как правило, это были самки, но ни одна из них не показала признаков регулярной зависимости. Как и положено Творцу, доктор Александер не мог отказать себе в удовольствии поиграть с судьбами своих подопечных, и на определённом этапе поменял местами некоторых парковых и клеточных крыс. Вполне логично, что грызуны скоропостижные, необъяснимо оказавшиеся в стеснённых жилищных условиях, немедленно пристрастились к морфию. А вот те, кто был перемещен в парк из клеток, оказались более хитрыми. Они продолжали употреблять наркотик, только менее регулярно, ровно в той степени, чтобы сохранять эйфорию, но быть в состоянии исполнять свои основные социальные функции. Деньги и обезьяны Американские этологи провели эксперимент по введению трудовых отношений в стае капуцинов. Они придумали в вольере работу и универсальный эквивалент деньги. Работа состояла в том, чтобы дёргать рычаг с усилием 8 килограммов. Значительное усилие для некрупных обезьян. Это для них настоящий малоприятный труд. За каждый качок рычага обезьяна стала получать ветку винограда. Как только капуцины усвоили простое правило – работа, вознаграждение, им тут же вели промежуточный агент – разноцветные пластмассовые кружочки. Вместо винограда они стали получать жетоны разного номинала. За белый жетон можно было купить у людей одну ветку винограда, за синий – две, за красный – стакан газировки и так далее. Вскоре обезьяне общество расслоилось. В нём возникли те же самые типы поведения, что и в человеческом сообществе. Появились трудоголики и лодери, бандиты и накопители. Одна обезьяна умудрилась за 10 минут поднять рычаг 185 раз. Очень денег хотелось заработать. Кто-то предпочитал работе рэкет и отнимал у других. Но главное, что отметили экспериментаторы, у обезьян проявились те черты характера, которые ранее не были заметны. Жадность, жестокость и ярость в отстаивании своих денег. Подозрительность друг к другу. В продолжении изучения экономического поведения обезьянам вручили другие деньги в виде серебряных дисков с отверстием в середине. Через несколько недель капуцины усвоили, что за эти монетки можно получать пищу. Перед этим выяснили, кто что любит, чтобы установить для каждой из обезьян свою шкалу предпочтений. Сначала такса была единой. За кислые яблоко и кисть сладкого винограда просили одинаковое количество монет. Естественно, яблоки не пользовались успехом, а запасы винограда таяли. Но картина резко поменялась, когда цены на яблоки вдвое снизились. После довольно долгого замешательства обезьяны решали практически полностью потратить свои монеты на яблоки. И только изредка позволяли себе полакомить с виноградом. В один из дней, когда две подобные животные в общей клетке уже знали, что одни предметы стоят дороже, а другие дешевле, одна из обезьян проникла в отсек, где хранилась коммунальная касса, и присвоила все монетки себе, отбиваясь от людей, пытавшихся отобрать у неё металлическую добычу. Так обезьяны совершили первое ограбление банка. Прошло ещё несколько дней, и капуцины открыли для себя феномен проституции. Молодой самец дал монетку самке. Учёные думали, влюбился и сделал подарок. А нет, девочка вступила за деньги с кавалером в половую связь, а затем пошла как кошку, за которым дежурили учёные, и купила у них несколько виноградин. Все остались довольны, и обезьяны, и учёные. Обезьяны освоили либерально-капиталистические отношения, а учёные защитили докторскую.